Сегодня Россия вместе с десятками других стран мира отмечает 1 мая. Торжественное шествие, посвященное празднику Весны и Труда, прошло и в Симферополе. Сердце столицы задает праздничный ритм всей республики. Многотысячная колонна во главе с первыми лицами Крыма прошла по центральным улицам столицы. 1 май, как бы ни менялись эпохи, и сейчас остается настоящим праздником Весны и Труда. Поздравляю всех с 1 мая. Мир, труд мой. Замечательно, радостно. Мне очень сильно нравится этот праздник. Очень весело здесь. Настроение у всех праздничное. Этому способствует и погода. Эти кадры из сердца с крымской столицы возвращают нас в юность. Все необходимые атрибуты прошлых демонстраций на месте. Громкая музыка, цветы, флаги, транспаранты. Возглавляли праздничную колонну демонстрантов глава республики Крым Сергей Аксенов и председатель Государственного совета Владимир Константинов. Праздник Весны и Труда, он как раз способствует, наверное, восстановлению хорошего настроения. На самом деле, люди, которые все вышли сегодня на демонстрацию, мы видим в хорошем настроении. Действительно видно, что это для них праздник и праздник для всей семьи. Здесь и молодежь, и ветераны. Действительно, все возраста, все поколения сегодня участвуют в этом классном мероприятии. Ведь все-таки это традиции, которые достались нам еще от наших отцов и от дедов. Поэтому мы продолжаем любой труд в почете и всех поздравляем трудящихся с этим прекрасным, замечательным днем. В свою очередь, председатель Крымского парламента Владимир Константинов отметил, что праздник 1 мая сегодня получает новый импульс. Нужно вернуть уважение к человеку труда, тем простым людям, которые трудятся с утра до вечера на разных участках своей работы и создают то благополучие в Крыму. И этот праздник – это их праздник, это наш общий праздник, общекрымский праздник. Поэтому это очень хорошее настроение, и я уверен, что все будет хорошо в Крыму. Заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Римзи Ильясов также принял участие в шествии и поздравил крымчан. У людей много оптимизма, ведь все мы видим, что в Крыму строятся, все движется. Поэтому только самыми лучшими ожиданиями мы здесь со всеми вместе сегодня приветствуем трудящихся города Симферополя. И благополучие, чтобы мы все были живы и здоровы. И в этой дружной семье, вот это как раз таки праздник, который объединяет всех, потому что трудом всех объединяет. Первомайская демонстрация в Симферополе собрала 25 тысяч человек. В колонии можно было увидеть представителей администрации города, профсоюзных организаций, работников образования, здравоохранения, культуры и спорта, трудовые коллективы крымских предприятий, членов общественных и ветеранских организаций, школьников и студентов. Праздничные настроения. Вышли всем коллективам попраздновать 1 мая. Первомайские демонстрации для многих прежде всего теплые воспоминания из детства. Среди демонстрантов были и те, кто когда-то выходил на Первомайские шествия, и те, кто родился уже после распада Советского Союза. Скажу, что мы очень рады. Это такой праздник для нас, для крымчан. С праздником вас, друзья! Замечательный праздник, прекрасная традиция. Очень рады, что сейчас она снова приобретает массовый характер. В мероприятии приняли участие представители народов Крыма. Юноши и девушки в национальных костюмах рука об руку шагали улицами Симферополя, украсив торжественную колонну. Такие праздники еще раз показывают, что в Крыму мир и согласие. Шествие длилось около двух часов. Помимо демонстрации, для крымчан был организован концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов. Народные гуляния продлятся до конца дня. Стоит отметить, что праздничные мероприятия сегодня проходят во всех районах Крыма. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. Целлофановыми пакетами, стеклянными и пластиковыми бутылками, а также другим бытовым мусором загрязнены крымские пляжи. А ведь курортный сезон еще не начинался. Что же будет дальше? В Сакском районе, за границей Лесновского сельского поселения, Министерством курортов и туризма Республики Крым, была проведена уборка морской береговой полосы. Такие субботники проводились во многих районах Крыма. Однако, по словам министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Стрельбицкого, эта территория особенно нуждалась в уборке. Почему именно эта территория? Она находится за границами населенного пункта. На наш взгляд и по нашим сведениям данная территория пользуется очень большим спросом среди туристов, которые здесь отдыхают. Но вот, к сожалению, за годы, многие годы ее никто не убирал. Нам приходится ее сегодня довести до нормального санитарного состояния, а в дальнейшем контролировать ситуацию вместе с муниципальными властями по уборке ее и содержанию. Морскую прибрежную полосу убирали сотрудники министерства. В субботнике приняли участие более 50 человек. Они призвали жителей и гостей полуострова бережнее относиться к природе Крыма. Призываем людей быть, пожалуйста, почище, убирайте за собой, не оставляйте мусор, не выкидывайте, потому что это все-таки наша крымская природа. Надо быть более уважительной к ней и соблюдать определенные правила приличия. Сами участники субботника признаются, прибрежные зоны полуострова чрезмерно засорены. Это говорит о халатном отношении местных жителей к окружающей среде. Я не знаю, насколько, какой он подсчет, если честно, наверное, 20-й, наверное, может 21-й. Я уже за сегодняшний день много их отнес. Тяжело, ну, где больше песка, там тяжело, где меньше песка, там не очень тяжело. А так в целом нормально. Ну, килограмм по 15, по 20 они весят. Машину вмещают 10 тонн. Мы уже, в общем, где-то больше половины вместили. Сотрудники Министерства курортов и туризма Республики Крым надеются, что такие субботники на побережье Сакского района больше не понадобятся. Они верят в порядочность отдыхающих. Султане имиджи, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет». Ушел из жизни ветеран национального движения крымско-татарского народа Ришат Османов. Ему было 89 лет. Сегодня прошли похороны в поселке Яны-Маале под Судаком. Провести в последний путь ветерана пришли родные, близкие и друзья. «Таких людей, как Ришат Ага, среди нас очень мало. Он был настоящим патриотом. Он очень любил свой народ. Ришат Ага был очень мудрым, умным человеком. За свой народ готов был отдать даже душу». Ветеран национального движения, общественный деятель, художник Ришат Османов родился в 1928 году в селе Тарахташ. В 16-летнем возрасте вместе со всем народом был депортирован. Семьей попадает Нижний Новгород. С 1947 года работает цепщиком в Уральском заводе железнодорожного машиностроения. Там же в процессе работы теряет две руки. «Ришат Ага можно назвать настоящим активистом. Он участвовал во всех мероприятиях, связанных с судьбой нашего народа. Много раз бывал в Москве. Всю жизнь пытался отстаивать права нашего народа. При этом Ришат Ага всегда имел свое мнение. Нам всегда было интересно узнать его точку зрения». Ришат Ага Османова по праву можно считать первопроходцем. В 1968 году он одним из первых вместе со своей матерью возвращается в Крым. Однако прописаться на родине ему так и не удается. Ришат Ага вынужден уехать в Краснодар. Однако желание вернуться на родину не покидает его ни на минуту. Через несколько лет Ришат Османов снова возвращается в Крым и обосновывается в Белогорске. Только в 1998 году ему удается вернуться в свое родное село Тарахташ, где и прожил Ришат Ага до самой смерти. Ришат Ага поистине можно назвать символом нашего народа. «Он всегда поддерживал каждого из нас. Стоило только обратиться к Ришат Ага с какой-либо просьбой, он никогда не отказывал. Всегда был готов протянуть руку помощи. Мы, в свою очередь, также старались быть для него опорой». Судьба Ришата Османова – пример мужества и верности своему народу. Вся его жизнь прошла в борьбе за восстановление прав крымско-татарского народа. Несмотря на проблемы со здоровьем, Ришат Ага писал картины. До конца своих дней активно участвовал в общественной жизни народа. Последние свои годы ветеран прожил на родине и похоронен на кладбище в родном селе. Султани Еси Такаева, Магомед Несторов, телеканал «Миллет». Команда телеканала «Миллет» вот уже на протяжении месяца путешествует по разным городам Крыма в поисках талантливых исполнителей для участия в грандиозном вокальном проекте «Миллет Елдозым». В этот раз организаторы конкурса посетили Феодосию. Плодотворной работе способствовала даже погода. В этот день конкурсантов порадовали яркие лучи весеннего солнца. Настроение как у участников, так и у членов жюри было на высшем уровне. Жюри, в составе которого известные крымско-татарские артисты Эльмира Налбантова, Гузель, а также заслуженная артистка Узбекистана Наталья Нурмухамедова строго, но справедливо оценивали каждого исполнителя. На кастинг пришли как юные вокалисты, так и более опытные участники. Однако объединяло всех одно – желание стать лучшим исполнителем Крыма, стать настоящей народной звездой. Кто-то волновался от счастья. А кто-то плакал из-за разочарования. Ну, если вам будет где-то плакать, это вам, значит, цены не для вас получаются. Поэтому здесь надо уметь свои эмоции сдерживать. Милет Елдозе – это уникальная возможность стать известным на весь Крым. Приди, участвуй и стань звездой народного конкурса. Напомним, что главный приз вокального шоу – 100 тысяч рублей, а также съемка клипа и ротация на радиостанции «Ватансе Досен». Не пропустите следующие кастинги. Ближайшие отборочные туры пройдут в Нижнегорске, Старом Крыму и в Судаке. Следите за анонсами на нашем телеканале. Левиза Сидбелялова, телеканал «Милет». Левиза Сидбелялова, телеканал «Милет».